Здравствуйте! Это новости Верхникамья. В студии Андрей Фадеев. И вот главные темы выпуска. Кредит для чужого дяди. В нашем городе вновь появились предприимчивые люди, которые пользуются доверчивостью пенсионеров. Я не могу больше. Автохамом бой. Наша телезрительница запечатлела, как водитель автобуса нагло нарушает правила. Такой молодец. Я вообще гуляю. Водитель, ты тоже родитель. Вместе с инспекторами ГИБДД на дороги вышли детсадовцы. Памятку обязательно прочитайте. Даем кредит на выгодных условиях. Героиня нашего следующего сюжета, пенсионерка Зоя Куклина, увидела такое объявление и доверилась сомнительной фирме. И только потом поняла, она взяла деньги с комиссией в 50%. И выгоду из сделки извлекла лишь кредитная организация. Елена Силакова выясняла, можно ли восстановить справедливость. Она никогда бы не подумала, что в 75 будет плакать из-за своей доверчивости. Зоя Ивановна живет в скромной однушке. Квартиру одолела плеснь, чтобы освежить стены и потолки нужны деньги. Как раз на остановке она увидела объявление с привлекательной ставкой. На очень хороших условиях. Несмотря на ошибку в объявлении пенсионеров, это абсолютно не смущает. И что скрывается за этими выгодными предложениями, они узнают, к сожалению, очень поздно. По указанному пермскому номеру и позвонила Зоя Куклина. По телефону вежливо ответила девушка и пригласила Зою Ивановну в офис. И вот с кредитом получила сейчас все. Я говорю, и чем это законится мне? Платить будете? Представляете? Вот кредит мне все сделали. Правда, сумму одобрили почему-то в два раза больше, чем просила Зоя Ивановна. А дальше учтивые девушки привезли пенсионерку в банк на машине, а сами остались ждать внутри. Зоя Ивановна сняла с кредитной карты все деньги и настал час расплаты. Они, как через меня, взяли 45 тысяч. Мне 22 тысячи отдали. И вот эти деньги... 45 кто взял? Вот эти девицы. Из 45 тысяч, которые получила Зоя Ивановна, 23 девушки забрали себе. Что это за выгодные условия? Такие за этим вопросом мы отправились в офис. Однако двери оказались закрыты. Охрана рассказала, финансовые советники заехали недавно. Но здесь появляются редко. Говорят, часто приходят к ним пенсионеры и люди из других городов. Ищут милых дам не только клиенты, но и хозяин квартиры, где они остановились на время. Они сюда приехали из Перми, сняли у него квартиру, в итоге сейчас пропали. Деньги ему не отдают за квартиру. Вот он их ищет. Мы нашли эту организацию в интернете. Она открылась в августе этого года и уже за несколько месяцев успела запятнать свою репутацию. По словам адвоката Кристины Кивилевой, шансов вернуть деньги немного, но они все же есть. Обращаю внимание, что не стоит ждать мгновенных результатов после обращения в полицию. Возможно, даже в возбуждении уголовного дела будет отказано. Однако постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано прокурору. И практика показывает, что рано или поздно таких лиц все же привлекают к ответственности. Зоя Ивановна собирается последовать совету и написать заявление в полицию. Однако платить проценты в банк все-таки придется. Ведь хоть деньги прикарманили себе другие люди, оформлен кредит на ее имя. А призывают всеми раз подумать, прежде чем довериться незнакомцам. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Степан Некрасов. Новости Верхникамье. В Перми задержали крупного наркоторговца из Березняков. Почти год мужчина владел интернет-магазином, где каждый день вместе с подельниками продавал более ста закладок с психотропными веществами. Все подробности далее. Вот так, немногословно, глава шайки наркоторговцев отвечает на вопросы полицейских. В виртуальном мире этот мужчина казался куда более общительным. Сбыт он наладил сразу в восьми городах Прикамья, а также в Ижевске. Изучив переписки основателя интернет-магазина, оперативники обнаружили 300 тайников с наркотиками. Приличные запасы были найдены и на съемной квартире в Перми. Втором ящике комога? Сверху или снизу второй ящик? Снизу. Вот здесь, да? Очень. Напомню, в ноябре в Березняках задержали оптового курьера того самого наркомаркета и изъяли у него около 4 килограммов запрещенки. Лавочку пришлось прикрыть. После оперативники вышли на след главаря банды 34-летнего уроженца Березняков и еще двух его подельников. В ходе проведения обыска в городе Березняки у одного из фигурантов дела были обнаружены и изъяты деньги, добытые преступным путем в сумме 1 миллион 250 тысяч рублей и 1000 долларов США. В ходе обысков из квартир дилеров и тайников оперативники изъяли больше 7 килограммов наркотиков. По всем фактам незаконного оборота в Березняковской полиции возбуждены уголовные дела. Преступники заключены под стражу. Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на слог. 1 месяц 23 суток. Анастасия Лакман, новости верхниками. Накануне в сети появилось видео грубого нарушения правил дорожного движения. Ранним утром в самом центре города пазик, заполненный пассажирами, на скорости поворачивает. Мало того, что не по своей полосе, так еще и на красной. Момент вопиющей наглости запечатлел видеорегистратор соседнего авто. Девушка, которая находилась за рулем легковушки, решила, что эти кадры должны стать достоянием общественности. Ведь после перекрытия центральные пятилетки все чаще на этом перекрестке стали забывать о правилах дорожного движения. Здесь пазик, да, там мой ребенок может ехать. Вообще, вот хоть кто. Почему этот человек на себя так подвесно заберет? Я была очень сильно возмущена и все-таки решила, что доведу дело до конца. Это видео очевидец отправила в ГИБДД. И стражи порядка уже установили личность лихача. Им оказался 25-летний водитель 41-го автобуса. Как нам стало известно, около месяца назад также на автобусе он уже попадал в аварию с автомобилем «Рено». Руководством ГИБДД при мониторинге СМИ было выявлено нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, который совершил проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим поворотом налево с крайней правой полосы. По данному факту возбуждено административное дело производства. Водителю грозит штраф в размере 2,5 тысяч рублей. Работодатель увольнять лихача не собирается. А вот выговор с занесением в личное дело водителю 41-го уже обеспечен. Автор видео надеется, что после огласки этой истории молодой водитель все-таки сменит стиль вождения. Ведь как ни крути, каждую смену он отвечает за сотни человеческих жизней. Анастасия Лакман, Сергей Калейник, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Бороться с бескультурием на дорогах решили и березняковские дошколята. Водитель помнит, ты тоже родитель. Письма с такими строками автомобилистам раздавали самые маленькие участники дорожного движения. Памятку обязательно прочитайте. Ознакомьтесь с ней внимательно. На пешеходных переходах сбавляйте скорость и правила не нарушайте. До свидания. Как растрогать душу водителя и призвать его к аккуратности на дорогах? Главный посыл, с которым вышли инспекторы ГИБДД и дошколята, город маленький и наши близкие люди тоже каждый день рискуют попасть под колеса, пока за руль садятся безответственные люди. Водители пешехода не задумываются, когда такое мероприятие приходит, когда сам ребенок вручает памятку, еще при этом говорит, бляденько соблюдайте правила, будьте внимательны на дороге, все равно у водителя или пешехода сознание проявляется и в последующем вроде как соблюдают правила дорожного движения. А после того, как юные помощники раздали все письма, ребятам разрешили посидеть в патрульной машине. Малыши пообещали, когда они сами будут управлять автомобилем, правила не нарушат ни разу. Легко ли в наше время создать бизнес, который будет приносить прибыль и одновременно работать на благо людей? На этот вопрос отвечают герои нашего проекта – стартаперы. Каждый четверг мы говорим о молодых предпринимателях, которые открыли с нуля свой бизнес. В прошлой программе свою историю рассказали Матвей Титов и Николай Шиляев. Когда-то они тоже работали на телевидении, но потом стали рестораторами. В конце каждой программы наши стартаперы задают вопрос вам, наши дорогие телезрители. Одно из популярных блюд нашего бара – бургер. Его довольно часто заказывают гости. И поэтому такой вопрос. Какая страна является родиной бургера и почему? И правильный ответ – Германия. А если точнее, город Гамбург. И самым быстрым и точным уже не в первый раз оказался наш постоянный телезритель, чей номер заканчивается на 18.00. Он получит приз ресторана «Дядя Ваня». А сегодня вас ждет новая серия, в которой мы расскажем о двух друзьях и компаньонах, которые открыли строительную компанию «Комфортный дом». Это Александр Гилев и Илья Кукшинов. Всегда с Ильей вместе. То есть мы с детского сада дружим. И все вот эти 25 лет как бы бок в оба. Седьмой выпуск проекта «Стартаперы» смотрите сегодня сразу после выпуска новостей. Новогодняя красавица дешевле доширака. Миф или реальность? Как пермская столица вновь обрела счастье? Ответы на эти вопросы смотрите прямо сейчас в нашей рубрике «Новости коротко». Отметить Новый год в теплых странах и на заграничных горнолыжных курортах точно не суждено более 65 тысячам пермяков. Столько жителей региона не смогут покинуть страну из-за долгов по кредитам. На ноябре этого года судебными приставами Пермского края открыто почти 152 тысячи исполнительных производств на общую сумму более 36 миллиардов рублей. Из них 16,5 миллиардов только за 2018 год. Накануне в Перми был восстановлен знаменитый арт-объект на Камской набережной. Краснобуквенная надпись вновь предстала в своем первоначальном написании «Счастье не за горами». Напомним, в октябре этого года один уличный художник изменил смысл текста, заменив первое слово на смех, после чего сам сдался в полицию и после суда получил штраф в несколько десятков тысяч рублей. Реставраторы арт-объекта сообщают, что новое пермское «Счастье» стало крепче прежнего. Теперь его каркас изготовлен из металлических труб, а сами буквы – из влагостойкой фанеры. Праздничное настроение в Кикамье стоит совсем недорого. В Пермском крае можно купить настоящую ель по цене буханки хлеба. Такую информацию распространила региональная Минприроды. Цена приобретения лесной красавицы зависит от ее размера. Если вам будет достаточно елочки высотой до метра, она обойдется всего в 16 рублей 80 копеек. Стоимость еле свыше 4 метров – чуть больше 100 рублей. Но чтобы стать обладателем пушистого новогоднего символа за бесценок, необходимо обратиться в местное лесничество, оформить договор и самому срубить елочку в указанном месте. Тех же, кто попытается сделать это незаконным путем, ждет штраф. От 3000 рублей с частных лиц и до 300 тысяч с юридических. Лесные рейды за нарушителями начнутся уже с 17 декабря. Новости коротко подготовил Дмитрий Сидельцев. До Нового года осталось всего 25 дней. Но если праздника хочется уже сейчас, наряжайте елку и делайте бутерброды с икрой. Тем более, что в наш город вновь приезжает рыбная лавка «Рыбак Камчатки». Наисвежайшая партия легендарной камчатской рыбы уже мчит к нам в город. Чевыча, белорыбеца, нерка, кижуч, горбуша, палтус, корюшка, кумжа, красная икра. Рыбка свежемороженная, слабосоленая, холодного и горячего копчения. Ассортимент огромный. Морепродукты транспортируют исключительно в готовом виде. Для тех, кто любит готовить сам, есть свежемороженная рыбка в вакуумной упаковке. Рецепт копченой рыбы полюбился уже многим горожанам. Коптят камчатские деликатесы на натуральных опилках – вишни, яблони и ольхи. Благодаря такой технологии получается такой аппетитный цвет и тонкий аромат. Проверенный поставщик камчатских деликатесов будет снабжать нас здоровьем в ДК имени Ленина с 10 по 14 декабря. А еще Новый год – это, конечно, сюрпризы. Но как выбрать подарок, который не будет пылиться в дальнем углу, а принесет радость? Об этом вы узнаете из рубрики «Дом. Энциклопедия комфорта». Итак, сейчас мы вместе составим рейтинг самых желанных и популярных подарков на Новый год. Самое главное – помните, что подарок должен быть индивидуальным. Если вы подбираете подарок для девушки, помните, он не должен говорить о домашних заботах. Здесь лидирующие позиции занимают умные гаджеты. На первом месте по популярности остаются смартфоны. В этой торговой сети представлен весь модельный ряд айфонов от SE до XS Max. А те, кто приобретает сейчас новые модели смартфонов Samsung, получают за покупку бонусные карты до 5000 рублей. А вот, например, стильный безрамочный смартфон Huawei. Благодаря фронтальной камере с рекордным разрешением 24 мегапикселя получаются потрясающие селфи. Отличным подарком для девушки, которая следит за фигурой, станут умные часы или фитнес-браслет. Кстати, это достойный подарок и для мужчин. Известно, что мужчины – это большие дети, поэтому рассмотрите такие варианты подарков, как гироскутер или электрический самокат. И не стоит ориентироваться на сезонность. Пусть подарок согревает душу уже сейчас. Вот, например, на этом электросамокате фирмы Polaris вы сможете доехать, ну, скажем, от Березняков до Усолья и обратно без дополнительной подзарядки. Аккумуляторной батареи хватает в среднем на 30 километров. Подарок для геймеров – игровые ноутбуки и приставки. Кстати, можно играть всей семьей. Для меломанов прекрасно подойдет портативная акустика. Колонки, которые позволяют прослушивать музыку с любых устройств. А вот мечта многих экспериментаторов – цифровые пианино или синтезаторы. Если говорить об универсальных подарках для друзей, то самыми популярными из бытовой техники по-прежнему остаются караоке, портативные зарядные устройства, экшн-камеры, беспроводные наушники. Также в топе электробритвы, эпиляторы и фены. Не забудьте о родителях. Для мастеров на все руки представлен большой ассортимент электроинструмента также на любой кошелек. Для хозяюшек рекомендуем кухонных помощников. Вообще-то прекрасный подарок молодой семье, которая только начинает обживаться. Отличным подарком для кофеманов станет кофемашина. Сейчас представлен огромный модельный ряд от известных дорогих брендов до бюджетных вариантов. Кстати, не игнорируйте производителей бытовой техники, которые только набирают популярность на российском рынке. Многие из них не уступают в характеристиках известным маркам, но в разы дешевле. Спрашивайте о них у консультантов магазина. Не забудьте спросить о постоянных акциях. Так вы сможете сэкономить. А для того, чтобы покупка подарков не стала обременительной для вашего бюджета перед Новым годом, вы можете воспользоваться кредитным предложением без первого взноса, без переплат, с рассрочкой от 12 до 24 месяцев. Но мы вам рекомендуем воспользоваться персональным предложением экспресс-рассрочка от корпорации «Центр». Экспресс-рассрочка предоставляется от магазина без участия банка. Первый взнос составит 70% от стоимости, а остальные 30% распределяются на 3 месяца. Причем погашать остаток вы можете на кассе магазина без переплат и очередей. Это предложение распространяется и на мебель. Корпорация «Центр» более 10 лет производит качественную мебель. Согласитесь, очень удобно покупать технику и мебель в одном месте. Если вы решили встретить праздники в новом уютном интерьере, советуем выбирать уже сейчас. Для вас мебель для спален и гостиных, кухонь и детских. Выбор можно сделать как из наличия в магазине, так и под заказ на сайте. Огромный выбор расцветок, фактур, материалов. Покупайте на свой вкус. Рекомендуем. Вот такой универсальный подарок, как кресло-качалка. Станет любимым предметом интерьера для всей семьи. С каждой покупки вам начисляются бонусы или рубли на персональную карту. Воспользуйтесь еще одним удобным предложением. А если вы все-таки сомневаетесь в выборе подарка или у вас попросту нет на это времени, рекомендуем воспользоваться еще одним персональным предложением – подарочной картой. В этой торговой сети представлены подарочные карты от 300 до 5000 рублей. Радуйте своих близких новогодними подарками вместе с корпорацией «Центр». Приходите за ними в магазины корпорации «Центр» по адресам. Юбилейные 26А – торговый центр «Молодежный» и пятилетки 87А – торговый центр «Миллениум». В Березняках здесь самый большой ассортимент техники в наличии. Вы смотрели главные новости «Верхникамья». Далее вас ждет прогноз погоды и новая серия проекта «Стартаперы». С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok